9 мая вечный огонь. Курсанты военно-патриотического или как его называют сами ребята военно-пограничного клуба «Рубеж» в почетном карауле у памятника кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Этих юношей и девушек отличает особая военная выправка и дисциплина. На лицах ответственность и целеустремленность. А это уже театральная площадь «Парад» в честь Дня Победы. И здесь ребята из клуба «Рубеж» тоже в первых рядах. Собравшиеся горожане с особым вниманием смотрят показательные выступления будущих защитников рубежей нашей страны. Много славных страниц писали кировчане в историю пограничных войск. Были они среди защитников Брестской крепости, воевали с японскими милитаристами на Дальнем Востоке. Именем Виталия Козлова, уроженца Лузского района Кировской области, героически погибшего в 1945 году, названа застава Забайкальского пограничного округа. Застава равняйсь! Застава смирно! Орняй нас! Средину! Товарищ старший лейтенант, лишний состав пограничной заставы имени Виталия Козлова на боевой расчет построены. Заместитель начальника заставы, лейтенант Заседцев. В городе Кирове и сегодня есть люди, сохраняющие героические традиции пограничных войск, передающие свой богатый опыт молодому поколению. Один из них – Александр Игнатьевич Дулов. В пограничные войска он попал по комсомольской путевке. Окончил высшее пограничное командное училище КГБ СССР имени Дзержинского. Он, как и многие его сверстники, вырос на примерах героев-пограничниках, таких как Никита Федорович Карацупа. Фильмы и книги о нем вызывали гордость и желание самому защищать границы страны. Думал ли Александр Игнатьевич, что впоследствии он лично встретится с кумиром своей юности? Судьба ко мне так была богословна, что когда я закончил пограничное училище и приехал служить в войска, я встретился с этим легендарным человеком вживую. Но когда я с ним встретился, я просто был обескуражен в том, что это мужчина ниже среднего роста, крепыш. Я вот прямо к нему подошел и говорю, Никита Федорович, ну как? Ну как вот вы такой смогли столько одолеть? Ну, он, конечно, использовал эту пограничную хитрость, то, что у него собака. Бывало, он и целыми этих контрабандистов захватывал по несколько человек. Сегодня уже на таких, как Александр Игнатьевич, равняются ребята, желающие нести службу на рубежах России. Благодаря таким людям традиции самоотверженности и героизма непрерывно передаются тем, кто только готовится заступить на охрану государственной границы. Сейчас курсанты клуба «Рубеж» изучают теорию несения пограничной службы на заставе. Руководитель клуба и преподаватель практически всех дисциплин Алексей Топин, майор запаса пограничной службы ФСБ России, имеют опыт службы не только на границе, но и в горячих точках, и в миротворческом контингенте Организации Объединенных Наций. Мой участок был граница Косово-Македонии. Мы выполняли, в общем-то, задачи поставленной Организацией Объединенных Наций в соответствии с договором, подписанным Российской Федерацией. Мы обязаны это были делать. Я командовал подразделением по охране так называемой «зеленой границы», спецподразделения пограничной полиции. Под руководством такого опытного наставника курсанты рубежа в деталях изучают особенности автономной жизни на отдаленных заставах. Современные технические средства охраны государственных границ получают представление о нелегкой, но очень почетной службе пограничника. Особенно интересна для школьников всех возрастов сборка-разборка автомата Калашникова. Это своеобразный спорт. Уже сейчас движения курсантов точны и уверены. Ребятам нравится патриотическая атмосфера, царящая в клубе. Рассказы о героях Великой Отечественной войны, об участии пограничников в войне в Афганистане, в горячих точках бывшего СССР и в том числе о службе на так же к афганской границе. О всех тех подвигах, о которых не прочитаешь в учебнике истории. Здесь гордятся славными традициями, ведь для пограничников понятие «защищать Родину» — это не только громкий лозунг, это суть профессии. Поэтому многие из курсантов свой выбор уже сделали. Многих из нас отцы, деды, прадеды были пограничниками. Они для нас пример настоящего мужа, настоящих щитников отечества. Мы гордимся и хотим продолжать их славную историю. Клуб повлиял на выбор моей профессии. Девушки, к сожалению, в военной службе не многими вещами могут заниматься, но я хочу пойти на пограничный контроль. Я еще до клуба хотел связать свою жизнь вообще с военной службой. И есть у меня, конечно, еще несколько вариантов, куда я хочу поступить, но вот еще пока определяюсь. Возможно, в скором будущем Саша Перестороним из курсанта клуба «Рубеж» превратится в курсанта Московского пограничного института Федеральной службы безопасности России. Об уровне учебного учреждения, основанного в 1932 году, говорит тот факт, что именно его курсанты в 1945 году обеспечивали безопасность руководителей СССР и союзных держав во время Ялтинской конференции. Сегодня это государственное, высшее военно-учебное заведение, функционирующее как многопрофильный учебно-научный комплекс. С 1995 года ведется целевой набор офицеров – женщин для работы на пограничном контроле. Институт готовит специалистов оперативно-служебной деятельности и пограничного контроля, офицеров – руководителей оперативно-боевой деятельностью подразделений специального назначения органов ФСБ России. Курсанты военно-патриотического клуба «Рубеж» уже здесь, в Кирове, изучают то, с чем столкнуться на первых курсах высших военных учебных заведений. Много изначальной военной подготовки для них уже пройденный этап. В конце апреля мы ездили в город Набережная Щелны на всероссийский слет военно-патриотических клубов пограничной направленности, юных друзей-пограничников, как его назвали. Мы ездили впервые, хотя слет проводился уже в четвертый раз. На данном слете мы заняли четвертое место с первого выезда, что я считаю более чем достойным, учитывая состав команд, который там присутствовал, потому что нам пришлось выступать на фоне кадетских корпусов с федеральным финансированием ребят, с ежедневными занимателями, спортивные техникумы, команды спортивных техникумов были. Поэтому четвертое место – это, в общем-то, более чем достойно. Неформальный девиз пограничных войск – «Всегда первый, всегда на передовой». И это действительно так. Так было и в Афганистане. Александр Дулов, председатель Кировской региональной общественной организации пограничников в Кировской области граница, вспоминает, как действовали мотоманевренные группы, сформированные только из пограничников. Что характерно для того периода, в 80-м году, нас в Пянже передели в форму Советской армии, сказали, вы не пограничники, вы солдаты и офицеры Советской армии. Нас секретили. У нас были свои зоны ответственности, чтобы не допустить нарушения государственных границ, потому что и боевые столкновения были, и наркотаж. За всю войну при выполнении служебно-боевых задач погибло 518 пограничников. 10 пограничников, призванных из Кировской области, не вернулись с той войны. Их имена занесены на плиты памятника солдатам и офицерам, погибшим в Афганистане и в горячих точках. Они с честью выполнили свой долг перед Родиной. И сохранять память о них – это уже обязанность боевых товарищей. Именно поэтому день пограничника всегда начинается с торжественного митинга и возложения цветов. Ценой своих жизней пограничники спасали жизни тысяч солдат и офицеров ограниченного контингента войск в Афганистане. Одна из задач вывода войск из Афганистана пограничных войск была – это обеспечить вывод 40-й армии. А душманы, наоборот, хотели нанести максимальный урон нам, шуравить. Но это им не удалось. Вот благодаря четким, скажем, действиям пограничника все ущелья, тропы были перекрыты. И 40-я армия успешно была выведена из Афганистана. А сами пограничники еще потом долго-долго оставались на территории Афганистана. Есть такая профессия – родину защищать. А защищают ее пограничники на земле, в небе и на море. В условиях засушливых степей и Крайнего Севера стоят часовые рубежи родины. И пока существуют такие клубы, как военный патриотический клуб «Рубеж», мы знаем, что на защиту границ станут подготовленные морально и физически воины, чья сила заключается в многовековых традициях охраны рубежей родной русской земли. Такое чувство патриотизма, вот этой гордости за свою родину. Человек, который это не испытал, он просто не поймет. А вот когда ты идешь по последний метр в родной земле, а там уже чужая страна, другое государство, там другая идеология, другая политика, все. Вот теперь пограничнику доверено защищать эти рубежи. Слава вовек необъятной российской границе В наших сердцах будет с гордостью вечно храниться Как служили и знали, что где-то в далеком родном краю Я любовь свою сберегу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова